Мы вычислили модуль гауссовой суммы, однако наша цель найти значение гауссовой суммы. Поэтому интересно посчитать сейчас не просто модуль, а величину s в квадрате. Таким образом, мы, когда будем знать s в квадрате, вычислили не просто модуль s, а s с точностью до умножения на минус единицу. Для того, чтобы это сделать, давайте пусть n будет простым числом и докажем такую лему. Выражение для числа а получается из выражения для единицы умножением на символы жанра а по b. Один из способов это сделать, это доказать еще ловить умножение. А именно, давайте докажем, что сумма d в степени ах в квадрате, взятая по всем остаткам, это сумма символа жанра умножить на d в степени ау, и то же самое у приближается из ничей. Одно из доказательств написано вот здесь. Смотрите, когда мы суммируем по всем вычетам, то можно отдельно рассмотреть в случае x равно b, это даст нам единицу, потому что d в степени b это единица. И дальше понять, что любой квадрат получается, если x не делится на b два раза от числа x и от числа b минус x. Значит, если я вот так вот посмотрю, y пробегает значение от единицы до b минус единицы, и я беру d в степени ау, то есть мысленно обозначаю y равно x квадрат, то вот когда y равно x квадрат, то у нас получается два раза, да? И поэтому написано здесь, вот y это квадрат, тогда здесь будет в скобке двойка, как раз соответствует тому, что получается дважды. А если же y это не квадрат, то такое слагаемое мне не нужно. Ну и замечательно, тогда здесь y по b это минус единица, здесь множить и ноль, и значит такое слагаемое мне не нужно. Замечательно. Теперь давайте поймем, почему вот эта сумма равна 5. Очень просто. Надо расцветить скобки, d в степени ау умножившись в единицу, даст просто d в степени ау, и вот эта единица добавится, когда y равно b. То есть здесь до b минус 1, а если еще и b, то как раз вот эти единички дадут то, что надо. А здесь даст зит в степени ау умножить на символ y по b. Почему можно суммировать не до b, вот единица, как здесь написано, а до b? А потому что символ p по b это ноль. Осталось обозначить ау буквы z, и тогда здесь можно будет написать символ, ну, на а это умножить, а ведь а квадрат по b это единица, то как раз будет а квадрат у то же самое, что а по b умножить на ау по b, то есть z по b. То, что надо. Если угодно, можно было это равенство доказать и другим способом, не используя символы лежанта. Два случая. Если символ лежанта а по b это единица, то все вообще очевидно. У нас тогда а это какой-то там квадрат, существует такое b, что а это b квадрат. Здесь мы пишем вместо а b квадрат, и говорим, что суммирование по всем остаткам это то же самое, что суммирование по всем у, где у равно b по всем остаткам. А это есть то, что нужно. Если минус единица, то немножко сложнее, но тоже легко. Смотрите, когда у нас есть правильный n-угольник, ну, точнее, b-угольник, потому что у нас сейчас простое число, то есть там число 1, а еще есть квадратичные вычеты, давайте, z до в степени r, где r квадратичный вычет. r пробегает значение от единицы до b минус единицы, то есть 0 нельзя пронять. И квадратичные нервычеты. t пробегает значения такие, что t по p это минус единица. Так вот, все вместе, корни в этой степени из единицы дает 0, потому что вектор, смотрящие вершины правильного паугольника, в сумме дает 0. Значит, 1 плюс альфу плюс бета, это 0. Потому что любой остаток, это либо 0, либо квадратичный вычет, либо квадратичный нервычет. Замечательно. А что такое вот эта сумма? z в степени и квадрата. Это, конечно, единица плюс 2 альфа. Потому что, если вы возьмете в качестве y и p, то будет такая единица. А в остальных случаях у вас будут квадратичные вычеты, но из-за того, что здесь суммирование ведется, то каждый квадратичный вычет будет два раза. 1 плюс 2 альфа. Отлично. А что такое будет сумма вот такая, где минус единица? Там, конечно, есть слагаемое 1, это когда x равно p. И вот оно здесь написано 1. А еще там есть все не вычеты, каждый два раза, значит, 2 бета. И вот вы должны проверить, что если 1 плюс альфа плюс бета, это 0, то 1 плюс 2 альфа, это с минусом взятые 1 плюс 2 бета. Вообще-то это так. Просто перенесите налево и действительно увеличите это так. Ну, в общем, вы хотите так, хотите предыдущим способом, но мы доказали. Это замечательное равенство. Еще раз покажу. Оказывается, число а. Можно сюда перебросить. И теперь все легко. Мы уже знаем, что s умножить на s сопряженное, это p. Но что такое s сопряженное? Надо выражение для s заменить ситом на ситом минус 1. То есть, это соответствует ситуации, когда а равно минус 1. Значит, это s умножить на символы жанра минус 1 по p умножить на s. Таким образом, мы доказали равенство, p это s в квадрате умножить на символы минус 1 по p. Обе части умножаем на символы жанра. Получается, получается, что s в квадрате это минус 1 по p умножить на p. Вспоминаем, что если p дает остаток 1 при делении на 4, то это единица. А если p дает остаток 3, то это минус единица. s в квадрате это p, если p сравниваем с единицей по-множить на 4, минус p, это противоположный. Так вот, Гаусс доказал, что на самом деле знак вот такой, корень из p, если p дает остаток 1, и и корень из p, если p дает остаток 3. Мы сейчас с вами докажем эту теорему, и затем при ее помощи сумеем вычислить значение суммы Гаусса для любого числа, не обязательно для простого. На самом деле, есть придуманная Дерехле доказательства, которые сразу без вычисления для простого числа дают доказательства при помощи Меридо Фурье. Но то, что мы сейчас делаем, мне уже нравится, потому что оно в некотором смысле плавовое. А именно, мы докажем, что если смотреть на эту сумму, то она в каком-то смысле ближе к корню из p, чем к минусу из p. Ну, если соответственно здесь, да? И все, и сумма. А для этого потребуется просто немножко попреобразовывать эту сумму, и у нас все замечательно получится.